итак всем привет с вами алексай и киу и мы продолжаем проходить с эсэйсен скрид в олигала у меня тут возникла одна идейка что если нам проверить наш почтовый ящик возможно нам пришло какое-нибудь письмо и да я оказался прав причем целых два письмо от хай сама эйвор я получил еще одно письмо от этого бедного воина христова возможно мы обнаружили новые цели загляни ко мне когда будет время хайсом я вот только не пойму это сюжетное задание тут как бы нету разделения на основные и побочные поэтому не всегда понятно для тебя кое-что есть пару дней назад пришло очень странное письмо с подписью некоего бедного воина христова именно ты его знаешь лично нет но этот воин много знает об ордене именно благодаря ему моя охота прошла так успешно здесь сказано что нужно отправиться в винчестер в дом божий найти человека в белом и произнести придет гордость придет и посрамление но со смиренными мудрость ладно сначала я поговорю с рандви выясню что к чему тебе что-то нужно мне уже пора ступай с миром задание связано с орденом посмотрим на карту союзов вот у нас появился новый регион куда можно отправиться хайсом получил письмо из винчестера от человека зовущего себя бедным воином христовым тайный союзник так интересно у нас новые цели да что думаешь это западня винчестер западно-саксонская крепость и тебе там будут не рады но думаю бояться нечего и все же будь осторожен я всегда осторожен я отправлюсь винчестер в письме сказано что в доме бога меня будет ждать человек в белом мне нужно сказать ему придет гордость придет и посрамление но со смиренными мудрость думаю это из их священной книги интересно удачи и вот и винчестер город на вид довольно большой здесь правит король альфа а на улицах полно навоза мужчина в белом должен быть в доме их бога то есть в церкви чужаков здесь не любят хотя кто знает это ведь я первым на них напал что и и и и и и и а и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, в церковь надо Заперли с той стороны А ключ от сундука внутри Ну как в него попасть Я так не понял У тебя нет выбора Эти мирные жители Сами под клинок лезут А игра еще за это и наказывает Грозится десинхронизацией Хотя в реальности Ассасины были не такими уж Хорошими ребятами На самом деле Хотя наш главный герой к ним и не Относится по сути Он у нас викинг Но похоже викинги тоже были хорошими И простых людей не убивали В чем я тоже сомневаюсь Кстати Если кто из вас осведомлен Напишите в комментариях Ну а мы бежим в церковь Отмаливать нашу душу грешную Отмаливать нашу душу Отмаливать нашу душу Тут не открыть Только с той стороны Отмаливать нашу душу Тяжело Отмаливать нашу душу 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А то я порой бывает так спрыгиваю Должно быть дома хрупкого бога Они не поскупились Выглядит дорого-богато Субтитры делал DimaTorzok Записка параноика Я чувствую, что за мной следят из темноты Точно знаю, что кто-то пытается меня убить И наложить лапы на мое сокровище Чтобы уберечься от смерти Я попрятал ключи в места О которых не знает больше никто Если я умру Их тайно умрет Вместе со мной Брат Майкл Взял и попрятал куда-то ключи Попробуем их отыскать Субтитры делал DimaTorzok Ничего не шуми Закрыли с той стороны Закрыли с той стороны Один ключик мы нашли О, вот тут еще сокровище И тут сундук закрыт Да вы что, издеваетесь? Я никого не убивал только что Берут на меня, убийство вешают Господь наш первыми всегда забирает лучших Ты о епископе? Элферт не в раю Он горит в аду вместе с другими еретиками Тише, а то услышат Еще один ключ Правда, понять от какого сундука Абсолютно невозможно Хоть они и подписаны, но Хотя, постойте Может, как раз от этого? Абсолютно Нет Ну, во всяком случае Может быть и от этого Но нужно нам еще ключи найти Кстати, где-то в этой области Нужный нам человек в белом Но, скорее всего, он где-то В самой церкви О, скорее всего, он где-то В целом О, скорее всего О, скорее всего О, скорее всего О, скорее всего Сюнин, разведай местность. Вот он. Твой Бог подождет. Я пришел встретиться с тобой. Вот как значит? Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Ты знаешь, почему я говорю это? Верно. Но я не уверен, что ты в силах выполнить нужную задачу. Как Иисус сказал Фоме, я есть путь и истина, и жизнь. Перечисли по порядку дела Христа. Лишь тогда ты приблизишься к Богу. Как плясать под твою дудку, не зная танца? Все можно найти в книгах. Их было в досталь в наших землях, пока Дана не сожгли церкви. Но часть все же уцелела. Или кто-нибудь благочестивый может сжалиться и дать тебе урок? Мне пока нечего сказать, но я вернусь. Смерть не щадит и отважных. А епископ Элферт, слуга Божий, с отвагой исполнял его волю. Он знал Писание. Был крепок телом и умом. Силой подобен быгу, а кротостью ягненку. Но Господь призвал его к себе. И Элферт повиновался, оставив бренное тело и свою сестру. И весь мир скорбит вместе с ней. Вознесем же хвалу, чтобы помнить о нем вечно. Реквиент. Он купался в реке. Значит, омовение делает их ближе к их Богу. Описание Крещения. Святой Дух снизошел на воды. И в реке Иордан Иисус очистился от греха. Он восстал из мертвых? Неплохо. Не всякий сумеет. Описание Воскресения. И содрогнулась земля у гроба его. И явился ангел, вопрошая, почему не ищут живого среди мертвых. Иисус Воскрес. Христианская церковь. Блажен, снискавший мудрость. Вернись, когда найдешь ее, язычник. Мне пока нечего сказать. Но я вернусь. Я нашел еще не все ответы. Их Бог дает им свет. Так же, как Бальдор. Яркий, как летнее солнце. Описание Преображения. И возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними. И просияло лица его, как солнце. Одежда же его сделалась белыми, как свет. И я готов, Святой Отец. Будьте ко мне милостивы. Назови деяния Христа по порядку. Я не христианин и не знаю ваших легенд. Возвращайся, когда сможешь выползти из ямы невежества. Тут мы отвечаем сами, поэтому... Начало связано с водой. Середина связана со светом. Конец связан с землей. Вода, свет, земля. Запомнил. Пришел ли его свет во тьму твоей души? Опиши его путь. Дух снизошел на воды и в реке Иордану начистился от греха. Крещение его. Просияло лицо его, как солнце, и одежды стали, как свет. Преображение его. Женщины пришли помазать его, но не нашли его тело среди мертвецов. Воскресение его. Ирек Иисус. Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме. Отлично. Может, хватит загадок? Это предстоит решать не мне. Ведь тебя призвал сюда другой. Следуй за мной. Я отведу тебя к нему. Я разгадал твою загадку. А ты молчишь? С кем я встречусь? Тсс. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. Но лишь в речах человек познает человека, а в безмолвии только глупеет. Тихо. Болтовня оскорбляет его. Дошли. Спасибо. Пусть Христос, от которого в страхе бежала нечисть, наделит меня своей силой. Помог ли тебе урок божий? Забавная была история. Я узнал, что ваш бог, как и мои, породил веселые легенды. Чуть не умер от смеха. Неумный ответ. Но затупившийся топор можно заточить. Все священники Винчестера говорят загадками. Ты рискуешь жизнью, король Альфред. Я пригласил тебя, чтобы поговорить на равных. Или даны не чтут законы гостеприимства в Уэссексе. Ты отдал моего ярла, той твари из Ордена Древних, воительнице Фулке. Фулке была врагом Уэссекса. Но, похоже, кто-то уже избавил от нее мои земли. Если не знаешь, это сделал я. Похвально. Уверен, ее смерть большой удар для Ордена Древних. Что тебе известно об Ордене? Лишь это, не более. В этом письме некий бедный воин Христов говорит о грядущем покушении на мою жизнь. Петля, Перо и Сакс. Трое, что жаждут твоей смерти. Уже двое. Епископ Эльферт мертв. Я уверен, что Сакс именно он. Кроткий слуга вашего бога. Как неловко. Но его смерть сплотила христиан Винчестера. Надеюсь, гибель его соучастников приведет к тому же. Ты не раз видел воинов подобных мне. И не раз ты проигрывал или тебя обманывали. Почему ты веришь мне? У меня есть люди в Лундене и Йорвике. Я неплохо осведомлен о ходе этой войны. Недавно в этих городах при странных обстоятельствах погибли несколько влиятельных мужчин и женщин. Когда я получил письмо от бедного воина Христова, стало ясно, почему. Я не знаю, чего именно ты добиваешься. И прошу тебя лишь закончить свой труд, избавив мои земли от этих нечестивцев. Проще дать ордену убить тебя. Так мы быстрее захватим Англию. Смерть правителя не избавит земли от заразы. Обещай мне награду, достойную песен. Вес короля серебром. Хорошо. Столько, сколько унесешь. Утром мой риф Гудвин не пришел на свой пост. Он надежен? Гудвин шел по зацепкам, найденным в этом письме, и бесследно исчез. Где его видели? В его доме, у западных ворот. Начни поиски там. Эйвор, веди себя как подобает гостю. Мой город не поле боя. Пока нет, король. Но ненадолго. Если бы он хотел, чтобы я никого не убивал, надо было бы отдать приказ своим людям не нападать на меня. Рассказ о чудесах. Магистр Бата сказал, что я поступил очень плохо, когда разбил яйцо о голову Викберта. Чтобы научиться смелению и благочестию, я должен написать чудеса святого Свитуна. Святой Свитун был большим. У него была густая рыжая борода, и руки со ствола дерева. Он мог метать огонь из глаз. И однажды он сделал так, чтобы разбитые яйца снова стали целыми. Потому что один работник на мосту столкнулся со старушкой. Яйца упали и разбились. О, а еще Святой Святун может вызывать дождь. И до сих пор творит чудеса. Хотя давно умер. Аминь. Святой Святун. Прикольное погоняло. Это мы читали уже. Нужно найти Рива Гудвина. Не спеши. Сначала я хочу забрать броню. Ну что ты творишь? Есть еще один ключ на башне. Надеюсь, что последний. Хочется верить, что наши труды окупятся по достоинству. И броня будет действительно ценной. Хорошо. Да. Хочется верить. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ШЛЕМ ТЭНА ВАУ! Выглядит грозно. Чем-то даже напоминает шлем Дикой Охоты. Хотя нет. Больше на ведро похоже. В него, кстати, можно вставить аж две руны. Давайте-ка две руны на здоровье поставим. ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ШЛЕМ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ШЛЕМ Этот Селвин не робкого десятка, раз схватил человека Альфреда. Кто же правит Винчестером? Альфред король или нет? Нет. Так что заткнись и делай, что велено. Заткни пасть, ладно? Не то сама кажешься в крепости. Гудвин пропал и Стража здесь что-то ищет. Где же его могут держать? А вот это нехорошо. Стой! А гляньте, петух атакует. Какие петухи тут агрессивные. Какие петухи тут агрессивные. Да вышел я ж из поля боя. Что такое? Какие-то записи бросили в огонь. Гудвин заметал следы? Или это дело рук Стража? Наполовину сожженное письмо. Ты слишком долго доставлял мне хлопоты, Гудвин. Прекрати совать нос в мои дела. Или я воспользуюсь своим влиянием и запру тебя в крепости. И тогда даже твой ничтожный король не спасет тебя. Петля. И его предупреждали, ему угрожали, но он не послушал. Миски с едой разбиты. Он сопротивлялся. Думаю, в городе должна быть крепость. Следы борьбы со Стражей. Думаю, Гудвина держат в крепости Винчестера. Покажи мне все. Его держат где-то здесь. Вместе мы справимся, друзья. Думаю, Гудвина держат в крепости Винчестера. Гудвина держат в крепости Винчестера. Тут не откроете, только с той стороны. Давай! Убийца, ну, ладно. Вперёд! Остановись! У тебя! Видимо, заперто с той стороны. Да бегу. Можете называть меня трусом. Как угодно. Покажи, что там впереди. Готовь луки! Стреляй! Крепкие стены и много. Тебя, черт, нет! Попробую! Что? Я не расслышал. Крепкие стены и много стража. Здесь наверняка ценный узник. Наверняка. Но не в этой камере. Нашёлся Гудвин. Но меня прижала стража. Придётся отбиваться. helped. Что за собой? Какив? А? Какие друзья? Теперь я расслyszался! Гудвин, я за тобой. Да, на Винчестере. Интересное зрелище. Меня послал король Альфред, преклонив колено в мольбе. Я неплохо знаю Альфреда, и это чистая ложь. Он не стал бы умолять о помощи, что бы ни стряслось. Тут ты прав, но он поручил мне разыскать тебя, Гудвин. Зачем? Скорее всего, чтобы мы могли найти еретиков из Ордена Древних и отправить их в глубины преисподней. Тогда с чего мы начнем? С моих записей. Если их еще не сожгли, искать стоит где-то неподалеку. Я отыщу твои записи. Иди, пока о твоем побеге не знают. Соберемся за стенами! Вот надо еще какие-то бумажки тут разыскивать. Нафиг они сдались? Соберемся за стенами. Заперли с той стороны. Смертный приговор от Рива Селвина за мелкую кражу и хайни. Мужу и жене их скоро казнят. Страсти какие. Записи Гудвина об Ордене Древних. Расследование Гудвина. Я договорился встретиться с Харальдом после захода солнца у таверны. Он был в ужасе, когда я открыто подошел к нему. Глаза так и бегали. Будто он думал, что сами стены за нами подсматривают. Харальд не пришел. Я прождал больше часа. Потом зашел к нему домой. Рядом с Олдминстером. И обнаружил, что там все перевернуто вверх дном. Еще четыре человека вызвались раскрыть личность Петли. И все четверо плохо кончили. Двоих повесили за какие-то мелкие преступления. Один якобы ввязался в пьяную драку. И его позже нашли мертвым. Еще один сбежал. И я все думаю о тех двоих, что оказались на виселице. Полагаю, Петля тоже Рив. Только у нас есть власть судить жителей Винчестера. Он – Петля. Публичная фигура. И открыто противостоит нововведениям Альфреда. И я не смею записывать здесь, кого именно подозреваю. Текст продолжается еще на нескольких страницах. Схватить любимого Рива Альфреда – дерзкий ход. Так называемый орден надели кучка наглых бездарей. Бездарей, которые проникли во все уголки ваших земель? Они опасны. Ты не представился, верно? Эйвор из клана Ворона. Бич Мерси, если имя тебе не знакомо. Ну, Эйвор, когда от троих еретиков останется лишь пепел, поднимем чаши, как старые друзья, единые в ненависти к Мерсии. Эйвор только что назвал себя сучкой Мерсии. От двоих Альфред уверен, что один мертв. Ваш епископ Элферд был саксом. Диабол. По этому распутному козлу скорбит полгорода. Кто может быть пером? Его оружие – слово? Говорят, по Винчестеру развешаны некие воззвания. Может, они прольют на это свет. Петля. Что ты о нем знаешь? Уверен, это один из Ривов. Лишь мы можем судить и назначать Кару. И он явно убежден в своей праведности. Тебя приказал схватить Петля. Ему подвластна стража. Рив Селвин? Ну, конечно. Он прибрал к рукам закон в Винчестере и казнит грешников на площади за малейшие проступки. Может, это не он? Нет, я уверен. Больше просто некому. Покончи с ним, Эйбор. Ладно. Да мне вообще по барабану кого убивать. Я дикий дан. Ладно, давайте на этом, пожалуй, остановимся. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И не забывайте делиться этим видео с друзьями. А с вами был Алексай и Килл. Увидимся в следующей части. До новых встреч. И пока-пока.